Доброе утро! Дома. Я ждала эти слова. А вначале, прежде чем мы начнем, какая-то автология, наш анонс. Итак, сегодня вы услышите рекомендации по повышению уровня серотонина, гормона счастья. Вникните в особенности дрессуры служебных собак. И узнаете, как выглядят звезды дома, ну, когда их никто не видит. А если вы что-то пропустили или отвлеклись на домашние дела, не расстраивайтесь. Вы всегда сможете увидеть это все в повторе в субботу и воскресенье. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на наши страницы в соцсетях. Там можно найти много чего полезного и интересного. Мы есть в Инстаграме, Фейсбуке, ТикТоке и Ютубе. Вездесущее утро дома. Мы начинаем. На календаре 8 ноября. И в этот день произошло много-много чего интересного. Но прежде чем мы расскажем об этом, давай поздравим всех рентгенологов. Ведь сегодня весь мир празднует День радиологии и День рентгенолога. В этот день Вильгельм Рентген открыл рентгеновские лучи. За что ему благодарны все люди, которые когда-либо что-нибудь ломали? А как ему благодарны советские меломаны, которые слушали джаз на костях. О, да, рентгеновские снимки, на которые переписывали музыку с виниловых пластинок, запрещенных в Советском Союзе. Да. А вот чем еще знаменателен этот День в истории, узнаем из нашей рубрики День в истории. В этот день в 1789 году изобрели бурбон. Это самая популярная и старинная разновидность американского виски. Согласно одной из легенд, крепкий напиток из кукурузы представил житель штата Кентукки пастор Элио Крейг. Он держал свою винокурню и любил экспериментировать. Как-то Крейг залил виски в обожженные бочки из дуба. На выходе у него получился янтарный напиток с великолепным ароматным послевкусием. 8 ноября 1793 года в Париже открылся Лувр. В прошлом королевская резиденция, а сегодня один из крупнейших художественных музеев мира. Его коллекция насчитывает более 400 тысяч произведений искусства. Древнегреческая статуя Венера Милоская, рабы Микеланджело и, конечно же, картина Монализа Леонардо да Винчи в перечне самых уникальных экспонатов Лувра. Стеклянная пирамида, которая служит входом в Лувр – одна из главных достопримечательностей Франции и излюбленное место туристов. Ежегодно Лувр посещают миллионы туристов со всего мира. Ровно 154 года назад постановкой оперы «Аскольдова могила» композитора Алексея Верстовского открывался первый сезон национальной оперы Украины. Спектакль под руководством бывшего певца Фердинанда Бергера прошел на ура. В 1896 году здание уничтожил пожар, но через пять лет возвели уже новый современный театр оперы и балета. Сегодня на его сцене блистают звезды мировой величины. Оперная певица Людмила Монастырская, прима-балерина Екатерина Кухар и Анна Муромцева, премьер балета Александр Стоянов. 8 ноября 1895 года считается днем изобретения рентгеновского излучения. Одно из самых величайших открытий в истории науки сделал немецкий физик Вильгельм Рентген. Так называемые всепроникающие лучи он обнаружил во время очередных экспериментов с трубкой Крукса и бареевыми экранами. Своё открытие он назвал «Икс-лучи». Рентгеновское излучение широко используется в медицине. Это один из лучших методов исследования организма. Он позволяет точно обнаружить болезни внутренних органов на ранних стадиях. За столь важное открытие Вильгельм Рентген удостоился Нобелевской премии по физике. Сегодня день рождения автора романа-бестселлера «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл. Уже с девяти лет уроженка Атланты начала писать. Появлению её первого и единственного произведения предшествовал прискорбный случай. В 25 лет Митчелл получила травму лодыжки и вынужденно покинула работу журналиста. Тогда муж, желающий подбодрить супругу, подарил ей печатную машинку, а затем сказал, «Ради бога, разве ты не можешь написать собственную книгу?» Так и появилась любовная история, заворожившая многих женщин. Работа над романом продолжалась 10 лет. За него Маргарет Митчелл получила Пулитцеровскую премию. Также роман успешно экранизировали. Фильм «Унесённые ветром» получил 10 статуэток Оскар. А каким будет 8 ноября 2021 года, зависит от каждого из нас.